Все оперативные службы города были подняты по тревоге из-за ЧП на станции Решоты. Там произошла утечка горючего. Топливо текло из железнодорожной цистерны. Подробности у Николая Свердлова. На станции Решоты работают все оперативные службы Первоуральска. Горючая жидкость буквально хлещет из 60-тонной цистерны. Течь обнаружил машинист поезда во время обхода. К этому времени под вагоном уже образовалась лужа из горючей жидкости. Возникла опасность взрыва. Состав сразу отгоняют на боковой путь, подальше от поселка и станционных зданий. Могли события развиваться по самому худшему сценарию. Это огромный пожар со взрывами и большими разрушениями. Это однозначно создание чрезвычайной ситуации на территории нашего городского округа. На станцию Решоты по тревоге вызвали медиков, полицию, пожарных и спасателей. Чтобы не допустить экологической катастрофы, из Екатеринбурга прибыла бригада специального подразделения МЧС. В 2003 году в Первоуральске уже было подобное ЧП. Из-за схода с рельсов пяти цистерн с бензином произошел взрыв. Ударом уничтожило остановочную площадку на Ваталице. Огнем три жилых дома. Из-за крушения почти на сутки было остановлено движение по Транссибирской магистрали. В этот раз трагедии удалось избежать. Спасатели смогли на месте устранить утечку. Мы закрутили штук нижнего клевного устройства на один оборот. И течь устранена. А тепло оттуда? Тепло из нижнего клевного устройства. В состав из 68 цистерн в решеты прибыл со станции Сидельниково. Почему кран слива цистерны оказался не закрыт, сейчас будут выяснять сотрудники РЖД. Из-за того, что устранить утечку удалось быстро, задержки в расписании других поездов не было. Произошло, пролив опасного груза был небольшой. Устранили путем затягивания сливной арматуры. Сверху. Все, сейчас поедет до станции назначения. По словам спасателей, на землю вылилось лишь небольшое количество топлива. И серьезного вреда экологии это не нанесет. Но на всякий случай место, где была утечка, обработали пеной и засыпали нейтрализующим реагентом. Николай Свердлов, Александр Захаров. Новости Первоуральск. Николай Свердлов, Александр Захаров.